Церковь Русская, красуйся, великуй! Севчонок Твоя, престолу ловичью, во славе пресса я, радующийся! Преосвященный епископ Варлам, ныне за божественной литургией, совершенной в Храме Христа Спасителя, силою действия именаитием Святаго Духа, не сшедшего на Тебя через возложение рук архипастовских, прессонми свидетелей, Ты стал преемником апостолов, продолжателем их дела и служения. Благодать епископства не спослана Тебе в Хератонии и налагает на Тебя величайшую ответственность, ибо с этого дня не должно быть у Тебя иных забот, кроме забот о спасении, вверяемой Твоему попечению паствы. Ты призываешься положить свою жизнь на алтарь служения Церкви, всего себя посвятив в духовный дар Богу, как говорит нам святитель Андрей Критский в своем похвальном слове святителю и чудотворцу Николаю. «И чтобы дар сей был угоден и приятен Господу, тебе предстоит немало потрудиться в его винограднике, дабы посеянные в душах людей небесным владыкой семена благовестия взошли и принесли добрые плоды. А для этого тебе самому надлежит сделаться, по словам апостола Павла, образцом для верных в слове, в житии, в любви. Итак, внимли себе, чтобы внимать Богу и представить себя делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. «Дивным промыслом вседержителя тебе суждено совершать архипастерское служение в новообразованной Махачкалинской и Грозненской епархии. Ты и раньше нес различные послушания в этом регионе, потому ситуация в нем знакома тебе не понаслышке. Долгое время ты являлся благочинным приходом в Ингушетии и Чечне, настоятелем церкви в честь архистратига Божия Михаила в городе Грозном и Покровском храме в столице Слепцовской. Принимая участие в работе общественных советов при президентах республик, ты стремился вносить свой посильный вклад в развитие межэтнического и межрелигиозного диалога в налаживании мирной жизни на Северном Кавказе. Твоими заботами было положено начало восстановлению нескольких православных храмов в регионе. И теперь тебе предстоит продолжить это важное служение уже в качестве правящего епископа. Ступая на нелегкую тернистую архипастерскую стезю, помни о том, что архиерей – это не только администратор, устрояющий внешние стороны церковного бытия, заботящийся о благолепии храмов и развитии различных направлений епархиальной деятельности. Средоточие епископского служения – непрестанная молитва ко Господу о пастве и совершении божественной литургии. Ты направляешься в регион, где большинство жителей исповедуют ислам. Это накладывает определенные особенности на предстоящее тебе архипастерское делание. Следуя завету Спасителя, каждый христианин призван свидетельствовать об истине самим образом своей жизни, проповедовать Евангелие и утверждать правду Божию. Вера должна стать движущей силой всех человеческих поступков, помышлений и чувств. Такое свидетельство о воскресшем Искупителе способно говорить громче и убедительнее многих слов. Посему научает твою паству деятельной вере, вере, исповедуемой не только устами, умом и сердцем, но выражаемой и доказываемой самой жизнью, как учит нас святой Игнатий Бринчанинов. А что значит выражать и доказывать веру жизнью? Это значит сделать исполнение евангельских заповедей смыслом своего существования, призывая вверенных твоим попечением овец словесного стада во всем подавать людям пример искренней любви ко Господу и ближним, образец милосердия, терпения и смирения. Дабы окружающие, видя творимые добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Важнейшая задача твоего архипастерского служения – катехизация и духовное просвещение тех, кто все еще находится за пределами церковной ограды. Собрав воедино рассеянных чад, по слову апостола Иоанна, заботься о том, чтобы это единство не оставалось лишь формальным общением раз в неделю. Важно, чтобы люди реально ощущали единство Духа в союзе мира, чтобы они чувствовали взаимную поддержку и видели друг в друге истинных братьев и сестер в Иисусе Христе. Чтобы человеческая солидарность проистекала не от прагматических соображений, не от политических установок, но от реальной потребности быть вместе в молитве и в трудах. И это так важно в том числе и для русской православной общины на Северном Кавказе. Призываю у тебя развивать конструктивное сработничество с местной властью и представители мусульманских общин, дабы совместными усилиями в жизни наших соотечественников утверждались традиционные нравственные ценности, идеалы терпимости и взаимного уважения к представителям различных национальностей и религиозных убеждений. Вняв всему наставлению, прииме в руки епископский жезл, жезл правды, жезл силы, и опираясь на него твердо иди по пути спасения, ведя за собой твою паству, которую вручил тебе Господь, а теперь преподай благословение народу Божию, усердно молившемуся о неспаслании тебе непорочного архиерейства. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok